доброго времени доброго времени суток друзья на отравить на водоем вас лавила расположились на нижней локации из трех все три локации закинули 2 2 фидера одного на опарыша вот только что закинул хотел начать видео уже клюнула другую на живца вот только закинул тоже удочку пошел живец и на живца сразу что-то серьезно аккуратно живцом берите вот и челеска 110 метров катушка выдерживает три килограмма все такое помощнее потому что у вас реально тут может оборвать все у меня тут несколько раз сорвало особенно живца хищник тут крупные давайте часик один половим час московское время час 33 ночи суббота на воскресенье до 2 до 2 до 2 30 полов молодая обыкновенная щука ну какая красотка посмотрите красотка вообще как и в жизни бы я такой поймал но явный килограмм полтора тут написано полкило 57 монет 16 опыта забираем то что мы ожидали на живца в общем я хочу сегодня линия поймать линия линия которые на удочку обычно в россии не клеятся только на сеточку попадается но хочу за линия тут соточку дают рублей по размеру местного озера поэтому будем линия ловить и на живца щучки может еще что-то я здесь на живца еще не ловил на данном водоеме посмотрим полчаса часик половин посмотрим что наловим надо на мой взлет когда у меня был уровень 2 3 очень быстро до 10 прокачался буквально за пару реальных дней ну и причем я играю немного где-то час в день максимум ну полтора так клюнул нас или не наверно нет не вините ты мелкая прошла поклевка играю где-то час в день у нее может полчаса в день играл за два-три дня прокачался не напрягаясь личной окунь всем опыта минус один опарыш так сказать очень хорошо здесь напинку клюет я ее купил не что-то она пропала из инвентаря на она нужно будет выйти и войти заново тогда появится надеюсь мы трофейчиков с вами половим несколько а так нас пауза в клеве кто хочет развиваться развивать свою личность всем рекомендую какую нить аудиокнигу поставить во время рыбалки очень хорошо заходит тут звуки природы интересные есть времена отдых и какую-то я проповедью слушаю мне нравится в общем можно можно по развиваться во время рыбалочки так у нас фидер клюнул на фидер клюнул на парыше непонятно что это за рыба ждем линя мне нравится очень его ловить гостера 250 грамм так и сразу у нас клёк на хищника пошел этот мелкая чё-то типа окуня настолько мощная катушка что по поверхности воды рыбу вытаскивать а щуку ничего себе тоже 500 грамм 64 монеты вообще не сопротивлялась посмотрите посмотрите на эту красотку вот представляете у меня живец кончился в магазине может его и не будет вот представляете у меня живец кончился да так ну хорошо живец кончился на парыше у нас уже стоят выбираем тогда на что хищника может с вами сегодня не половим так у нас есть муха тесто манку давайте на манку попробуем вот здесь можно садок посмотреть кстати кто не знал так ну чё пробуем манку тогда раз у нас к сожалению кстати говоря кончился живец щучек мы не половим больше не досчитал я это а денег на живца сейчас нет точнее в магазине его не продают вот сейчас посмотрим вообще на манку здесь что-то берет вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Манка не сработала, зато у нас резко взял опарыш. Причем так мощно сразу. Ну, видите, вытягивается легко, поэтому тут вес небольшой. И вообще, судя по удару, наверное, это окунь. Нет, это серебряный карась на 39 монет. Ну что, как считаете, манку оставляем или меняем? Я все в жизни даже на манку никогда не ловил, в реальную. На макарошке у меня клевала рыба. Так, опять зеленая опарыша. Ну просто очень уж интересно мне туманку проверить. Я так взял ее на пробу. Платвичка. Ну что, маночка, ты будешь работать? Еще ждем пару минут манку. Не сработает, но меняем ее на что-то. Так, ну опять у нас. На фарышек льет, на манку нет. Сейчас, последний шанс манке даем. Минутку еще ждем. Ага, наджестик сел. Сейчас, секундочку, переключу. Так, выключался джойстик. Сейчас я его поменял. Ребят, давайте манку поменяем. Как-то... Кто лайв смотрит, черканите. Ну, что-то не хочу манку менять. Манку больше тестировать. Мне не нравится, что клевого нет. На второй. Давайте, вытаскиваю. Так, у нас тесто. Это карпа идет, муха. Давайте муху возьмем. Проверим работоспособность мухи. Ну, на других водоемах на муху у меня нормально клюет. Проверим работоспособность мухи. Ну, муха, ты как, будешь работать? Продолжение следует... Продолжение следует... Муха что-то пока тоже не работает Что делаем? Так думаю что муху тоже вытащим Так 6 утра дня до утра Так давайте опарыши что делать Смотрите как на вторую дочку крыло серьезное что-то Да сопротивляется даже видите фрикцион трещит Ну и кто же это? Серебряный карась Так сопротивлялся Так у нас следующая рыба и идет уровень до 12 по-моему уже идет Еще одна покровочка Так ну у нас вторая удочка тоже Ну тоже что-то крупно идет Или нет Тоже серебряный карась Ну на уровень давайте друзья Так это предложение пропускаем Двиднадцатый уровень Двиднадцатый уровень Канал Гентерзе Тернезен в Голландии Там я был вживую Трещиковый ключок Мультификаторная катушечка Сумочка трио Пару холестов Басовый джиг Два твистера Мотыль Посмотрим что на мотыле можно поймать Джиг головки Блесны Шнур Флюрокарбон Монор 23 Монофил Снор Монор 1 Нюмфа Еще всякие разные холостые фидер Кстати новый Подставка для двух удилищ Открылась у нас наконец-то А то мы с одной мучаемся Активный фидер Прикормка Тоже попробуем ее Так моноповодок Какая-то коробочка Потом проверим Что у нас клюет Еще одна присадка Кастеры Офсетный крючок Все Проверяем Ой То есть что-то Очень на этом озере Быстро уровень растет Имейте ввиду Вот начальный До пятнашки Вообще разовечится быстро Густеря 22 опыта Давайте мотыль посмотрим Можно купить или нет Слушайте у меня по-моему пинку Да все вот она пинка Берем пинку На пинку у нас или не пойдет Ловим в длине килограмм Напоминаю У нас цельный сегодня Ого Разматывает леску Ну да Сейчас мы Натяжку Нагрузку на удочку Немножко перераспределим Клавишей L2 Удочка леска Удочка леска Фрикцион потянули Чтобы леску не разматывало Блин Вторая у нас Клюет пинка Что же делают Ну видите Здесь нельзя отпускать Потому что Потому что Здесь у вас Разорвет Удочку Поэтому Клюет мы на Вторую удочку Пропустили Будем этого Я думаю Что это лень Так у нас Опять поклевка На второй Ёпросу Это кто там Такой Давай ты Быстрее уже Быстрее Вытаскивайся Давай-давай Вставай Там аж Выныривает Из воды Рыба Опять упустили Мы вторую поклевку Никак не хочет Сдаваться рыба Уже интересно Кто долго Вытаскиваем Все Устал Бедненький Ну Ну кто Ну наконец Лень 88 монет 45 опыта Сразу Я так Ну правильно Почувствовал Что это лень На него Конечно Чуть помощнее Катушку Нужно Как у меня На второй Удочке Потому что Это так Тяжеловато Видите Долго Его вытаскивать Приходится Очень хорошо Сопротивлялся Так Напинка У нас Сразу Два раза Клевала Сейчас Мы просто Поменяем Заброс Нас там Все Объели Уже Так Ну что Первого Леня Мы поймали Видите Сразу 85 монет 45 опыта Очень хорошо Оплачивается Лень Поэтому Мне нравится Его ловить 20 людей 2000 Монет Местных И опыта На один Уровень Так Мы уже С вами Отловили Примерно 22 минуты Еще Минут 30-40 Половим Если Выдержим Сейчас Микрофон Немножко Секундочку Поменую Борода Которые Может быть Не только На Слезке Произвольте Но И С Микрофоном На Гарнитуре Готово У нас опять Перерыв Клеве Как Вы Замечали Такое Бывает То Активный Клев То Вот Так Начинается Так Пошла У нас Вторая Удочка Опять Лень Может Попасться На Этот Раз Что-то Идет Легко 238 Грамм Окунь Так Ждем Килограммового Леня Посмотрим Сколько За него Призовых Дадут Монет Так У нас Садок Заполнен На Треть Четыре Килограмма Ну Там Копейками Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Температура за бортом 16 градусов Цельсия, температура воды 13 градусов Цельсия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, судя по намотке... По сопротивлению... Ничего серьёзного... Густера... 170 грамм... В жизни мы такую конечно не берем, но в этой игре виртуальную можно взять. Так, перебросим вторую удочку, на которой у нас опарыш, может быть что-то зацепилось, в траву все-таки дали. Так, опять у нас спинка сработала. И сразу сработал у нас хороший заброс. Сейчас туда кстати к кустам, я уже давно туда хотел бросить на проверочку. Ух ты! Мы чуть не потеряли нашу снасть. Когда уже взяли удочку, видели, у нас скручено было практически к 70 метрам леска, а это означало бы потерю снасти. Наживка сработала, опарыш, сидит кто-то хороший. Свечку пытался сделать, видели? Какое небо красивое. Странно, густера 262 грамма, а сопротивлялась как килограммовая щука. Мое небо красивое. Так, сработала у нас вторая удочка. Так, вытаскиваем побыстрее, потому что у нас вторая клюет. Фрикцион на максимум поставил. Карась серебряный. Так, в тех дальних краях у нас там тоже что-то интересное клюет. Но по центру озера у нас линь клюет. Мы сейчас просто облавливаем дальние места, потому что клевого не было. Смотрим, что вот на дальних берегах клюется. Чем? Так, вот там получается у нас серебряный карась. В тех краях 48 монет. Давайте в третий раз попробуем бросить и закончим. Потому что мне карась не нужен серебряный. Вот ту часть озера мы еще не облавливали. Попробуем, посмотрим. 2,8 метра глубина. Так. Какая у нас клюет? Только забросила, сразу взяла. В общем, пинка-опарыш вообще здесь у меня просто так вытаскиваете рыбу. Видите, если клев есть, он тут всегда есть. Бывает пару минут прерыв. Все время что-то вытаскиваете. Гостерочка. Ну, конечно, не лень то, что мы ждем. Сейчас попробуем еще туда дальний запрос сделать. 3,1 метр глубина. Я не понял, что она склюнула, но я ничего не вижу. Никаких движений. Так, ну, опять вот у нас желтая удочка. Так, ну, опять же. так окунь 120 грамм не серьезно больше то не хочу кидать буду кидать вот дерево здесь плещется где мы обычно линия вытаскиваем видите там на дне виделись кустики метр девяносто глубина ну давай лень нет что-то мелкое кстати вот в русской рыбалке помните в третьей части и там что у нас было тащите рыбу и хищник на нее нападает помните такие такие моменты интересные были приятные то есть вытаскиваете рыбу маленькую раз ее хищник берет в этой игре я пока ни разу такого не видел неужели разработчик не продумал этот момент что такое бывает даже я когда ловил на фидер ставил два крючка сия с отводами меня клевала что-нибудь мелкое потом щука брала это дело меня просто разрывала всю снасть просто не был готова на щуку крючки отрывала по несколько раз все это где-то период апрель-май происходит типа жора там щуки так что нас клюнуло так проверю по что что-то дергается где-то что-то там все это было поэтому в порядок в порядке Чикаго-то тащим, причем по верху только, ну, катушка мощная напоминаю, но может поэтому. Серебряный карась, 42 монетки, так, ну ладно, давайте что-нибудь поменяем, так, это у нас садок, так, давайте крючок номер один поставим, во-первых, так, поводочек, давайте-ка, у нас было полметра, сделаем моноповодок два метра, колючок один мы сделали, и отвод два метра сделали, что мы имеем в виду, имеем в виду, что может быть лень боится нашего грузила, и поэтому мы сделали подальше. На второй удочке у нас стоит полметра поводок, четвертый крюч, крючок, сделаем поводок метр, мне кажется, это тоже улучшит клев, пора экспериментировать, посмотрим поводок, один метр, да? тогда мы здесь наоборот ставим полметра, это полметра, полметра, так, грузил пятнашку, а давайте восьмой крючок поставим, посмотрим, что изменится, так, на что мы здесь ловили, наверное, на опарыша, есть оснастки оптимали, нам вышло сообщение, так, на одном, то есть, первый крючок и отвод два метра стоит на втором, восьмой крючок и отвод, отвод полметра у нас, так, где-то мы уже минут сорок, сорок пять, может быть, провели на этом месте, он ловили семь килограмм, садок мы видели, ну, на четыреста монеток пятьсот, апгрейд уровня сделали до двенадцатого, ну и уже второй плей, но этого уровня тоже мы прошли, троса монетка Что-то у нас замерло все. А у нас еще там зацепки какие-то. А ну понятно, мы там лилию тащим. Видите, в этом водоеме травы очень много. Давайте заберем эрголистник. Есть там у нас миссия, надо собрать 5 видов трав. Расслабить трав. Миссия, перерыв. Расслабить трав. Миссия, перерыв. Сделали мы перезаброс, перезаброс, да, переброс, перезаброс, ну, наверное, нормально слово, перезаброс сделали мы. Ну, что-то у нас сервер отдыхает, по-моему. Сделали мы перезаброс. Так, ну, пошел опять клев. Сделали мы перезаброс. Переходим на сверчки. Осталось нам 15 минут плавить, как мы договорились, до часа. Пробуем сверчки. Пробуем сверчки. А пинку мы тоже заменим. Давайте червя возьмем. Посмотрим, что-то просто на обычного червя клюет, как вы думаете. Поставили, ждем. Так, первый у нас червь сработал. Взяли неплохой 279 окуня, 17 грамм. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Так, сработал у нас. Ой. Не, нормально. Думал, порвется. Так, ну, на червя нормально клюет. А кузнечик у нас стоит, сверчок точнее. Речной окунь. То есть, на червя здесь ластовисло, вот это чешское озеро, озерцо. Озерцо. На червя идет, получается, у нас окунь. У нас окунь. У нас окунь. Речной окунь. У нас окунь. У нас окунь. ладно я думаю на сегодня хватит на этом озере попробовали меня что-то тоже надоело сеять на одном месте давайте посмотрим сейчас на сколько мы наловили сверчки тоже не отработали ничего не поймали на сверчки сейчас посмотрим на сколько у наловили опытом и нормально приобрели тут хороший опыт идет для на начальном уровне повторяю уезжаем и смотрим в принципе за 50 минут 770 монет на обычном уровне меня премиум не покупал так что и полтора опыта мы набрали так что кому интересно можете приезжать сюда на данный водоем сейчас я покажу как он пруд лестни вилла называется вот кстати то что голландские 4000 монет стоит открылся у нас канал и потом будет еще не забываем река ахтуба наша родимая туда я хочу на борщик сожалению не сделали мест нашей стране следующее куда мы отправимся в следующем видели видео река мадвотер мадвота что переводится как сумасшедшая вода посмотрим что у нас там с клевым сегодня прощаюсь с вами ребят спасибо за просмотр пока пока до что у нас там с клевым сегодня прощаюсь с вами это еще раз и а